Я буду рассказывать вам о том, как, на мой взгляд, строится работа по созданию и зарабатыванию денег в образовании. Расскажу о нескольких разных способах это делать, потому что зарабатывать можно очень по-разному. И разные суммы, и разные стратегии существуют. Я работаю в образовании не очень долго, может быть, но очень стремительно так получилось, потому что я закончил философский факультет МГУ. У меня в дипломе написано «Философ. Преподаватель философии». На мой взгляд, это просто крест на дальнейшем движении человека где-то в жизни. Но я шучу. На самом деле, мне очень многое дало мое образование. И вот если вы посмотрите на мои регалии, то вы увидите, что там очень много контентной работы. Я работал с Парфеновым, был редактором, мы выпускали его книжки. Я открывал большой проект «Детский город-профессии» в Екатеринбурге. Там он больше 150 миллионов стоил. Я его придумал. Все это мне... Ну, мое образование помогало мне находить вот эти идеи и придумать что-то оригинальное. И квесты придумал, как попросил меня тот же инвестор, который делал «Фантазиград». И вот уже третий год мы с партнером работаем над проектом курсов ЕГЭ и ОГЭ «Люди». Мне очень нравится этот проект, потому что мы не обычные курсы. У нас собственная методика, методика перевернутого класса. Может быть, кто-то из вас слышал об этом. Вот с этого мы начинали. Нас было трое. Я, мой партнер и девушка-иллюстратор, который рисовал иллюстрации в виде медведиков и львят. Нам казалось это очень важным на старте проекта. Когда мы завершили год, мы добились очень высокого результата среди наших учеников, потому что средний балл стал 86 у тех, кто у нас учился целый год. Это высокий результат, на мой взгляд. Вот как выглядит к концу этого года. Оборот вырос в три раза. У нас теперь больше 30 человек в команде, очень много административного персонала, много преподавателей. Мы сняли еще классов. Услуга, вот там 210 услуг, было 73. Услуга – это покупка предмета. Один школьник может купить несколько услуг. То есть и русский язык, и математику. Это понятно. То есть в образовании, когда вы что-то продаете, никто не меряет по людям, потому что это не рельва. Надо мерить по услугам, которые вы реализуете. Вот у нас 210 услуг. Примерно 15 миллионов оборот будет к сентябрю. Мы год считаем не с января по январь, а с сентября по сентябрь, потому что у нас учебный год. За последний год 200 процентов, за полтора года 250. Вот такой путь мы прошли. Это исследование, которое провела Высшая школа экономики с рядом других игроков. Анализировали их предметом. Было исследование онлайн-образования. Но здесь цифры в целом по нише. Как вы думаете, видно вам циферки? Как вы думаете, много денег или мало? 2 триллиона рублей будет ниша в 2021 году, а сейчас 1,8 триллиона рублей. Рынок ЕГЭ в Москве оценивается примерно в 30 миллиардов рублей в 2015 году. Сейчас, наверное, это миллиардов 50. Если сравнивать наши возможности по выстраиванию бизнеса в этой нише с возможностями людей, которые работают, например, в стройке или, например, в косметике, то эти ниши будут в 5, 7, 8, 9 раз больше. То есть, когда вы приходите в нишу образования, и не все, кстати, это понимают, вы никогда не будете получать сверхдоходы. То есть, к сожалению или к счастью, не знаю, в образовании вы не купите себе личный самолет. Никогда. То есть, какую бы большую систему вы не выстроили, только если вы не скажете кто. Ну вот. Это не хорошо, не плохо. Это факт. Почему я об этом говорю? Потому что тема была заявлена как «Бизнес в образовании». На мой взгляд, самое главное решение, которое должен принять человек, делая бизнес, в первую очередь, это решение о том, где он делает бизнес. Вообще, я считаю, что люди, которые выбирают сферу образования, они не вполне бизнесмены. Даже если у них есть амбиции, они хотят зарабатывать много денег. Вот миллион рублей в месяц – это немного. 10 миллионов рублей в месяц – это нормально, но немного для бизнеса. То есть, мы разбираем разные ниши, мы смотрим, сколько зарабатывают люди в других нишах. Это смешные деньги для этих людей. Условно, мой тесть в Буденовске, это город в Старопольском крае, может кто-то знает, его штурмовали боевики в 90-е годы, продает бытовую химию в Буденовске. 90 тысяч населения. Маленький город, он продает бытовую химию, строительные материалы, крышки для банок. Только на крышках за лето он зарабатывает 3-5 миллионов рублей, продавая крышки для банок. В Буденовске, где население 80 тысяч человек, плюс агломерация еще 1150. Это чтобы вы понимали, что есть разные ниши. И часто люди, которые приходят в образование за деньгами только, они разочаровываются, потому что они мечтали, что через два года у них будет Феррари, а Феррари не случилось. Не потому что они плохо работали, а потому что ниша такая. Образование – это очень сложная ниша, потому что здесь очень много доверия. Здесь, как нигде, работает сарафан, особенно в такой стране, как Россия. Мы очень азиатская страна в этом плане. То есть у нас есть возражения, конечно, мы пытаемся перенимать бизнес-опыт Америки, где продажи выставлены просто на уровень недосягаемый, на мой взгляд. Но эти возражения очень сильно разбиваются о традиции мышления людей, потому что мои курсы очень крутые. Я влюблен в свой продукт. Самый крупный конкурент на рынке – курсы «Максимум», у которых 10 миллионов долларов инвестиций и 20 тысяч учеников. Называли мой продукт лучшим на рынке. Это многого стоит. Ну, не они, в смысле, курсы, их представители, с кем мы общались. То есть они признавали, да, ребята, вы молодцы. Но когда ко мне приходит мама с дочкой, и я описываю достижения моих учеников прошлого года, рассказываю, как работает система, в 50% случаев они уходят к Тамаре Линишне в соседний подъезд. Просто потому что подруга сказала, что Тамара Линишне когда-то, 5 лет назад, ее хорошо подготовила. И это тоже факт. Здесь нужно попахать, чтобы люди вам доверились. Нельзя просто… Ну, крышка, она везде крышка, да? Человек пришел, ему нужна крышка, он ее купил. Здесь человек очень много кладет на весы, чтобы принять решение в вашу пользу или не принять его. Это важно учитывать. Поэтому вот эта ниша, конечно, большая. Здесь много денег. Но по сравнению с другими нишами не так много. Если вы только думаете о бизнесе и хотите зарабатывать прям очень-очень-очень много и быстро, в образование не надо идти. Но у каждого свой порог нормы. Поэтому мы сами определяем, что для нас много, что для нас мало. Главный конкурент на этом рынке – это репетиторы. Я недаром спросил, кто из вас репетитор, и примерно 25% в этой аудитории только подняли руки. Число репетиторов в России посчитать очень сложно. На портале профи.ру зарегистрировано несколько сотен тысяч репетиторов. Мои конкуренты где-то публиковали статью о том, что на 60 тысяч школьников в 2015 году, сдающих математику, было 12 тысяч репетиторов по математике. Мы максимум огромные курсы, они прям очень-очень большие. Другие конкуренты конкурируем не с друг с другом. То есть нас 30 штук в Москве, ну более-менее крупных, и у нас главный конкурент – это репетиторы. Но тут кроется… И какую бы в нишу ни пошли. Вот это ЕГЭ. Я очень хорошо разбираюсь в ниши ЕГЭ. Посмотрите на цифры. Более 50% выпускников в Москве пользуются услугами репетитора. А в реальности при подготовке к ЕГЭ, я думаю, до 80 точно дойдет. Но при этом 55 баллов – это средний балл по всем предметам в 2016 году. То есть репетиторов очень много, но качество их услуг очень низкое. Репетиторов, которые реально могут конкурентно готовить к очень высоким баллам, я не знаю, их процента два, может быть один. Все остальное – это очень несерьезные люди, которые во многом работают репетиторами просто почему бы нет. Как человек, который нанимает людей в свой бизнес, к нам приходят очень разные люди. У нас там уже человек 300, наверное, пришло через нас. Мы общались с разными людьми. Ну, приходит репетитор, и он работает, и у него высокий чек. Но когда ты спрашиваешь его про вторую часть ЕГЭ, которая очень серьезная и важная для сдачи экзамена, оказывается, что половина из них просто ничего не знает о ней. При этом они не стесняются брать 3 тысячи рублей за занятие, 4 тысячи рублей за занятие. При том, что они, правда, некомпетентны. Да, конкуренции много, да, репетиторов много, да, выходя на рынок образования, если вы решили готовить школьников к чему бы то ни было, будь то ЕГЭ, ОГЭ или любые другие дисциплины из области дополнительного образования, она очень большая, вы столкнетесь с морем репетиторов. Но есть хорошая новость в том, что реальной конкуренции на этом рынке нет. И, конечно, репетиторы друг у друга и курсы друг у друга отжимают рынок. Но мой любимый кейс – это образовательная выставка «Образование и карьера» в гостиной на дворе, где мы в этом году выступали. И к нам подходит мужчина в пиджаке, он такой, ну, уже в солидном возрасте, ему лет, наверное, под 55, очень так консервативно выглядящий, знаете, вот такой похож на партийного дядечку. И он очень приятный мужчина, деликатный, мы с ним разговариваем. И он говорит, вот мы существуем на рынке ЕГЭ 8 лет. Вот сколько ЕГЭ было, столько вот они есть. Я говорю, а сколько у вас учеников? Ну, мы же на выставке, все равно, какая разница, вы мне скажете эту цифру, мы не сможем ее никак использовать. Он говорит, 150. Я смотрю на своего партнера, говорю, а у нас 160. При том, что мы существуем 2 года, а они 8 лет. И такого по рынку очень много. То есть условно, ну, вообще в целом, на мой взгляд, сейчас в бизнесе есть большой, критически накопился потенциал вот этих ситуаций, когда появляются новые ребята, когда реклама уходит в интернет, когда молодые пацаны, девчонки, начинают осваивать интернет-продвижение и отбирают просто отрасли у больших дядек с заводами. То есть сейчас в рынке не только образование, и в строительном, и в заводах, и в краске, и везде наблюдается картина, что люди, обладающие новыми способами привлечения клиентов, просто выжимают на себя рынок. То есть у человека было там до, не знаю, 2013 года, 2015, все очень хорошо. А потом стали появляться вот молодые пацаны, которые из репетиторов превращались в основателей курсов и продвигались новыми методами. И эти люди, к сожалению, ничего не могут с нами сделать, потому что не умеют. Это хорошая новость, потому что наш кейс, курсы ЕГЭ, мы возникли два года назад из ничего. Я был вообще репетитором, у меня было два года, там, пять учеников в первый год, во второй год – двенадцать. Ну, это вообще ни о чем. У моего партнера было несколько лет по десять учеников в год. То есть суммарно за год мы на двоих с ним учили двадцать человек. В первый же год, когда мы сделали курсы, объединили наши усилия, мы выросли в числе с двадцати учеников совместно, которых мы учили, до семидесяти. Более чем в три раза, используя соцсети. То есть, чтобы вы понимали, потом мы выросли еще в три раза. И это важно себе в голове держать, что очень многие вещи в любой нише в образовании, в том числе, это ограничение в нашей голове. Я не знал, что так можно. То есть, условно говоря, сейчас я понимаю, что закрыть на себя, допустим, сто учеников в предмете истории или общество знания в Москве я могу. То есть, у меня есть знакомые, которые так делают. Это отдельный разговор, сейчас мы его коснемся. Но в этой нише, если вы понимаете, как работает интернет-реклама, если вы понимаете, как работают соцсети YouTube, YouTube, вы можете очень быстро, если вы этого хотите, если вам это нужно, если вы настроены на это, вы можете очень быстро обрастать капиталом. Небольшим, по сравнению с другими нишами, но вам по сравнению с зарплатой, например, это будет за глаза хватать. Вот какие есть стратегии в образовании, как нужно или можно развиваться, если вдруг вы решили, что вы поймали себя сейчас на мысли, что вам не хватает денег. Но бизнес – это все-таки про деньги, вам не хватает счастья, связанного с деньгами. Это счастье очень ограничено, то есть, когда вы начнете получать 5-6 тысяч долларов в месяц, вы поймете, что счастье не в деньгах, то есть, что счастье в чем-то, наверное, другом. Но пока у вас этого дохода нет, вы будете себя ловить на том, что у вас есть много ограничений в связи с тем, что у вас нет денег. Первый совет – уходить из ниши образования и идти в новые ниши. Найти новую нишу, где можно быстрее зарабатывать, больше зарабатывать, меньше от себя требовать и изучить ее правила, получить какие-то знания и уйти, допустим, в компанию, какую-нибудь консалтинговую, и там наращивать свои компетенции, прикладывать те же самые усилия, но получать более высокий доход. Это нормальный путь. То есть, в Америке вообще принято, что человек меняет работу через 3-4 года. И это хорошо. То есть, мы дорастаем до какого-то потолка в своей профессии, и нам некуда развиваться. И вот хорошо, когда есть проектная работа внутри какой-то организации, когда вы можете делать разные проекты. То есть, я работаю в ВУЗе, и у нас вот такой проект мы завершили, такой проект мы завершили, такой. И ваша жизнь, она такая, знаете, она не похожа на такую рутину. Она не засасает вас. Это хорошо. То есть, тогда можно долго работать на одном месте, потому что меняются проекты. Но часто мы работаем, вот делаем прям одно и то же всю свою жизнь. Это очень плохо, это застаивает наш мозг, это очень негативно влияет на наше развитие. Мне такой путь не нравится, я бы предлагаю всем людям уходить в новые ниши и пробовать себя там. Что нам мешает, это страх. Ну, это понятно, потому что тут у меня все хорошо, а там не ясно. Но, тем не менее, делать это необходимо, потому что иначе вы не будете развиваться. Почему другие ниши, я уже описал в начале, что у ниши образования есть свои ограничения, если она вас чем-то не устраивает. И еще важно понимать, что в нише образования нужно любить людей. То есть, если вы не любите людей, вот это кажется смешным, но вот я тестирую преподавателей, и мой партнер их тестирует. Сейчас все больше он этим занимается. И вот мы делимся мнением, и я вижу, что половина кандидатов – это люди, которые любят науку, но не людей. Понимаете? То есть, ему нравится, например, история к кандидату. Ему нравится видеть себя в истории. Ему нравятся свои путешествия по монастырям или архивам, или еще что-то. Но он не любит людей, он любит учить. Он не любит давать знания другим людям или помогать им найти эти знания. То есть, ему кажется, что преподавание – это его, просто потому что он любит предмет. Но это не так. То есть, я считаю, что лучшие преподаватели вообще в целом не обязаны разбираться в своем предмете. Это… Может быть, вы не согласны со мной. Я не был профессиональным историком и не был обществоведом, потому что нет такой дисциплины общества знания, нет такой науки. Но за год я готовил людей к ЕГЭ лучше, чем профессора МГУ. И это так. Ко мне в середине прошлого года пришли люди от завкафедры отечественной истории МГУ. То есть, они у него занимались по очень высоким чекам и ничего не получили. Пришли к нам и занимались со мной непрофессиональным историком, у меня философское образование, и сдали там 30% и получило больше 92 баллов. Это круто. И у меня вообще не было претензий, что я знаю историю лучше их. Наоборот, как раз моя задача была их научить знать историю. Вот это была моя цель, мой интерес. И в образовании часто так бывает, что люди не любят людей. Но в бизнесе в таком это очень чувствуется. Вообще, ниша услуг она очень сильно завязана на исполнителей. То есть, я скорее возьму человека, который любит людей, но чего-то не знает. И я знаю, что я смогу его научить этому. Чем если он досконально знает предмет, но не любит учеников. И это очень сильно сквозит. Это видно. И это важная особенность. Потому что во многие из вас, когда... Ну, я обращаюсь скорее к студентам, чем к взрослым людям, потому что взрослый человек уже мог 300 раз принять какое-то решение, уйти из профессии или остаться в ней. Но часто студенты выбирают образование очень случайно. Вот я, например. Какой из меня философ, посмотрите? Да никакой. Ну, будем откровенны. Я вообще далек от науки. То есть, просто я себе когда-то внушил, и история моей семьи внушила, потому что в 90-е у моего отца был бизнес, потом его партнеров стали убивать, потом нам сожгли дверь, потом мой отец начал пить. В общем, история моей семьи была в том, что у отца был какой-то бизнес, его отобрали, и мы жили очень бедно. А у моей тети, например, все полетело. У нее был мощный бизнес, он сейчас есть, она ездит по Европе, и мой брат двоюродный руководит этим бизнесом. И вот с детства мне объясняли, мне накачивали, что бизнес – это не для Илюши. То есть, у нас есть Алеша и Илюша. Вот Алеша будет бизнесменом, а Илюша будет ученым. Ну, потому что Илюшу не у кого учиться, и у папы бизнес не полетел. И я себя программировал просто с детства. И когда я поступил в МГУ, я думал, что я буду ученым, я выступал на конференциях, я даже перевел книжку по философии спорта американского писателя. В общем, я много чего делал в академической среде, а потом понял, что я вообще ни разу не ученый. Ну, то есть, это вообще мне не близко. Я смотрел, как люди с увлечением учат по три древних языка, чтобы переводить книжки, и думал, блин, а мне нравится баскетбол играть. Я любил историю только средние века. Я сначала учился на ИСТВАКе два года. Потом понял, что мне кроме средних веков вообще ничего не нравится. То есть, мне просто неинтересно. Но наука вот эта историческая тоже оказалась не для меня. И вот, если вы еще молоды, если вы поняли, что вы не хотите преподавать, если это реально не ваше, то есть, вы не любите людей, вам не нравится копаться в их проблемах, например, или еще что-то, уходите в другие ниши, устраивайтесь на работу, торгуйте, я не знаю, пробуйте себя во многих других профессиях, потому что вот здесь вам счастья точно не будет. Потому что здесь будут десятки людей, которые любят это делать, в отличие от вас. И это так во всех профессиях. Можно запихнуть ребенка в любой университет, на любой факультет, но если он хочет, черт возьми, быть актером, а не юристом, но не станет он крутым юристом. Это вот я в этом убежден. Поэтому уйти в другую профессию – это нормально, это хорошо, в этом нет ничего плохого. Работать в организации. Ну, я написал здесь курсы школы-университет, конечно, это все относится и к другой нише. Если вы решили уйти из образования, не обязательно уходить в свой бизнес, даже если вы его никогда не делали, то есть, это такое решение отчаянно. Вы можете просто уйти в другую компанию. У Тинькова была запись эфира, «Бизнес-секреты», по-моему, у него эфир называется, он приглашал бывшего владельца сети магазинов «Дикси» и «Пятерочка». И задавал им всякие вопросы. И на вопрос, а вот этот человек продал свою сеть за 600 миллионов долларов, сейчас пишет книгу, занимается духовными практиками, ну, он заработал себе на всю жизнь вперед. И Тиньков его спрашивает, а что бы ты делал сейчас, какой бизнес? Ну, вот, если бы у тебя не случилась эта сеть магазинов, он говорит, я бы не делал бизнес, я бы пошел работать в корпорацию. Тиньков на него смотрит вот такими глазами, говорит, что ты, нормально вообще, нет? У тебя столько денег, ты можешь заработать сейчас еще больше. Он говорит, я не верю, что это возможно. В 90-е я верил, что это возможно, сейчас нет. И он рассказывает, что он скорее бы пошел работать в корпорацию, в любую, ну, университет тоже корпорация, и сразу бы наметил себе карьерный трек на самую верхушку, выстроил цепочку, как он туда придет, и упорно бы трудился. Вот, и по его мнению, достигнуть самой высокой точки в корпорации шансов гораздо больше, чем сделать бизнес такой же успешный, который будет приносить столько же денег. Это мнение одного человека, но оно тоже имеет право на существование. Поэтому, если вы чувствуете, что сделать свой бизнес – это не для вас, это тоже нормально, потому что бизнес – это неопределенность, это постоянный стресс. В первый год я набрал 20 килограмм, потому что я почти не спал. Все, что я делал, было просто для меня незнакомо. То есть меня как выпнули куда-то в поле, ну, типа, выживай, я так, а что? В общем, многие люди предпочитают работать в компаниях, где уже выстроены структуры, и это круто. Только надо сразу понимать, какой карьерный трек вас ждет. Потому что очень многие пытаются, ну, так, перекантоваться ради какой-то суммы. То есть первые мои зарплаты личные были, ну, в общем, мое движение по карьерным каким-то таким оврагам, я не могу назвать это вообще карьерой. Было так, я приходил в компанию, мне рисовали на салфетке какую-то сумму, которую я буду получать, она была выше, чем сумма на предыдущей должности, и в другой компании, в другой низшей отрасли. Я такой, ого, и бежал туда. Вот, это тупик, это плохо. Лучше, вот я сейчас понимаю, что если бы я выбирал работу сейчас, я бы скорее выбрал ту компанию, которая мне симпатична, и метил только туда, только в нее. И там из 120 попыток отправки резюме и обязательно прозвонов в эту компанию меня бы взяли, и я бы в этой компании внутри потом думал, как мне расти до гендиректора этой компании. Потому что так гораздо эффективнее можно вырасти в крутого спеца и вырасти до больших денег. У меня есть знакомые, которые закончили МГУ, они отправили свои резюме во многие компании, их никуда не взяли. И я спрашиваю, а ты звонил туда? Он говорит, нет. Я говорю, а почему? Он говорит, ну сами, если надо, они меня выберут. Так не работает. Никто вас не выберет, никто не обязан знать, что вы красивый, умный, хороший, добрый. Я работал в маркетинг-агентстве и видел, как работают кадровики. Я никогда не забуду, когда сидел парень Паша, он клевый. Он модный, у него там какие-то тусовки наибицы. Дали объявление о вакансии, пришло 500 заявок. Что думаете, Паша их смотрел? Нет, Паша сидел там, Фейсбук листал. А те люди, которые пришли на собеседование, они пришли примерно вот так. У Паши звонит телефон, его соединяют, кто-то позвонил на внутренний номер. И человек говорит, здравствуйте, я Анастасия Павлюченко, и я оставил резюме. Скажите, какое решение вы приняли по моему резюме? И Паша такой, какая Анастасия? И он лезет в почту, из этих 500 людей достает Анастасию. Ему стыдно, что он ее не смотрел, ее профиль. И он говорит, да, приходите в понедельник. Да, вот так. И вот пять человек, кто позвонил, кто сказал, какое решение вы приняли по моей кандидатуре, они пришли. А все остальные не пришли. Ну, потому что не хотели, на мой взгляд. А вот эта девушка хотела. И так работает везде в трудоустройстве. То есть, если вам очень хочется в компанию, надо звонить. Вам могут отказать, надо еще звонить. Надо найти всех этих людей в Фейсбуке, кто там принимает решение, добавиться к ним в друзья, спрашивать, есть ли у них вакансии, писать, звонить, встречаться с ними в кафе, мигать им, сказать, а я вот, как там у вас. Потому что никому не нужен камень на работе. Нужен сотрудник, который будет работать. Если человек не хочет работать, чтобы продать себя кому-то, ну, это плохой сотрудник. Я, например, работал с Парфеновым. И многие мои сокурсники этим не могут похвастаться. А работал я с Парфеновым тоже не за красивые глаза. Я увидел вакансию, туда написал, позвонил, мне предложили пройти тестовое задание, я его сделал. Мне сказали, что оно плохое. Я сказал, давайте я переделаю. Я его переделал, и меня взяли. Ну, тоже никакой магии. Но вот я горжусь. Мне прям очень было приятно. Два года я работал над этим проектом. И это не делает меня умнее, чем все мои сокурсники, которые были реально умнее, чем я. Просто я очень хотел. У меня прям трясло. Я вам позвоню. Да, давайте. Это путь, который тоже хороший. В преподавании и в бизнесе он в целом вообще во многом неплох, потому что в университете и в школе, например, вообще гарантированный поток детей. Там есть вилка по оплате, конечно, и на курсах тоже, потому что вам зато дают этих детей, людей, вам не нужно их набирать, не нужно изучать что-то еще, вы просто занимаетесь своей профессией. Если вас это устраивает, то это круто. Ну, в этом нет ничего вообще плохого. Работать на себя. Этот пункт я раскрою пошире, потому что в репетиторстве мы вообще торгуем лицом, на мой взгляд. И чтобы выделяться, здесь нужно уметь себя брендировать, нужно выстраивать вокруг себя отношения, которые бы вызывали, ну, заставляли бы вас выглядеть в лице других людей экспертом. Потому что образование... У меня один знакомый, Леонид Смехов его зовут, он в Ранхиксе читает курс лекций, и у него свое агентство по навыкам публичных выступлений. Вот как-то, я не помню, как точно она называется. И вот он рассказывал однажды, как его пригласили прочитать открытую лекцию, и девушка, которая его представляла, она сказала, и сейчас выступит молодой специалист Леонид Смехов. И это было большой проблемой для Леонида, потому что, ну, может, ему немного лет, но он очень давно работает в этой сфере, он профессионал. Но чтобы вызвать у людей вот обратно ощущение, что он профи, ему потребовалось полчаса, чтобы вот это слово молодой профессионал, его скрыть, чтобы люди смотрели на него глазами, что он понимает, что он эксперт, ему можно довериться. И вот этот личный бренд, который надо прокачивать через публикации, через знакомство с другими людьми, через свои соцсети, через упоминание вас где-то, например, даже в конкурентах, ну, в новостях про конкурента. Это очень важно, потому что вот этот пиар вокруг себя вам позволит, если вы работаете на себя, получать больше денег. То есть все поинты, которые есть в вас, они потом помогут вам обосновывать высокий ценник. Я сделал, сейчас расскажу. Маркетинг и продажи. Я сейчас вот этот пункт поподробнее раскрою, потому что вот этот пункт я лично и мой партнер, мы прошли прям вот от и до, мы в нем очень хорошо понимаем. Маркетинг и продажи. Вообще в образовании никто не хочет продавать, никто не любит продавать. Я очень боялся продавать, потому что это что-то нам несвойственное. Я сегодня уже продаю на самом деле. То есть я этого никогда не понимал, но когда вы выступаете публично и общаетесь с людьми, вы им себя продаете. Сегодня я продаю больше, чем себя, я продаю еще много идей, которые я сегодня рассказываю. Потому что я их для вас собрал, я их упаковал и презентую так, как я это презентую. То есть другой бы человек, может быть, ставил другие акценты, это был бы другой продукт. Когда я это понял, я понял, что надо не стесняться продавать. Почему продавать нужно? Потому что, я расскажу, как мы сначала набирали учеников. Например, выступая в школах или, например, делая какие-то мероприятия у нас в центре, приглашая людей или набирая их в соцсетей. Вот приходило собрание людей, мы давали им пользу. Например, это был мастер-класс по подготовке к ЕГЭ или это был мастер-класс по навыкам 21 века. Но в конце мы очень хотели, чтобы эти люди, потом увидев, что мы хорошо работаем, пришли к нам. И мы делали так. Шло занятие, мы его проводили два часа, оно шло час пятьдесят пять, а в конце, когда люди уже собирались уходить, мы такие, а еще можно купить наши услуги. Люди такие, что? И уходили. Мы очень боялись это делать. Нам казалось, что это что-то постыдное. Сейчас, если мы делаем мастер-класс, мы делаем пропорцию 70 на 30. 70 процентов мастер-класса мы даем пользу, а 30 мы продаем. То есть мы рассказываем, что, во-первых, мы дали вам сегодня пользу, это хорошо. Во-вторых, мы дали вам пользу, потому что мы экспертные и так далее. И в конце говорим, если вы хотите готовиться к ЕГЭ, получить высокие баллы, сегодня для вас скидка, покупайте у нас. И когда мы стали продавать, мы стали продавать. Удивительно. То есть когда люди… Ну, потому что многие люди, если они пришли на мастер-класс по подготовке к ЕГЭ, значит, у них есть интерес подготовиться к ЕГЭ. А раз они пришли к вам, значит, они готовы у кого-то купить. Не обязательно у вас, они выбирают. И если вы не сделали им оффер, если вы не предложили им купить, ну, они купят у кого-то другого. Если у вас хороший продукт, как у нас, значит, люди, скорее всего, купят у кого-то другого, а у нас, скорее всего, лучше продукт, чем у них, и получат хуже услугу. Вот. Теперь я это понимаю и не стесняюсь продавать. Когда мы начали продавать, мы выросли в три раза. Просто потому, что мы стали предлагать. Причем не втюхивать, не навязывать. Мы стали предлагать. Мы стали говорить о возможности, что у нас можно купить. У моего партнера был разговор, когда ему звонила мама. Говорит, вот, хочу дочку записать. Он ей рассказал наши преимущества. Она, ну, у нее сомнения. И она стала его просто давить вопросами. Он 40 минут общался вот так с ней по телефону. Она его все круги ада просто прогнала по возражениям, по всем. И, короче, он устал. И он говорит, слушайте, знаете, вот, если честно, я не собираюсь вам ничего втюхивать. Нет, до свидания. Ну, то есть, если вы уж не хотите покупать, ну, что, я не заставлю вас. Давайте кладем трубки, ну, и не будем сердиться друг на друга. Он говорит, а нет, я хочу. Вообще-то, да, я хочу. Просто хотел у вас все узнать. Вот. И это очень важно. То есть, на мой взгляд, вообще в отношениях важно говорить нет в любых. Ну, отношения с клиентом, но тоже какие-то отношения. И вы должны быть равноправными партнерами. То есть, вы должны сделать оффер, если есть возражения, их как-то обработать, рассказать, почему он не прав. Потому что возражения часто у людей, ну, они субъективные. Он что-то в голове себе придумал. И он так живет, так мыслит. Их надо объяснить, почему он не прав. Но дальше, после оффера, не надо его за руку. Вот, знаете, я по рынку как-то шел, выкинул, и там они чуть ли не на шею месили. Купи, 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 купи. Вот такого не должно быть. Вы должны объяснить, почему. Сделать оффер, раскрыть возражения, искать извини, если тебе что-то не подходит. То есть, в первый год мы очень переживали, что люди, ну, то есть, вот, человек, ему что-то не устраивает, а у нас этого нет. Допустим, он хотел бы олимпиадную группу, а у нас нет. И мы такие, давай придумаем, давай ему специально найдем олимпиадного преподавателя. А потом я понял, вот у нас есть какая-то услуга якорная, ЕГЭ. Мы готовим к ЕГЭ. Если человек приходит, говорит, я хочу олимпиаду, мы говорим, ну, извини, ну, честно, у нас нет этой услуги. Сейчас у нас есть олимпиадная услуга, но мы готовим к узовским олимпиадам. Высшая проба, покори Воробьевы горы, вот эта вся история. Приходят люди, говорят, мы хотим в Сирос. Мы говорим, извини, ну, у нас есть такие олимпиады, есть ЕГЭ, в Сироса нет. Человек говорит, ну, тогда я куплю у других. Супер, отлично, покупаю у других. Это норма. То есть есть клиенты, есть целевая аудитория. Мы просто не наши ЦА, надо это понимать. И исполнение. В образовании очень важно исполнять. Очень важно доводить свои обязательства до конца. И здесь кроется как раз самая такая история, которая нам во многом на руку, потому что после, ну, у нас поток учеников, ну, вот в этом году было 110 человек мы набрали осенью, октябрь, концу октября. И еще 50 в феврале эти 50 человек ушли от других преподавателей к нам, потому что поняли, что эти преподаватели их не подготовят. То есть они получили деньги, эти преподаватели, с людей, но на уровне исполнения залажали. То есть они не смогли каждый раз, а курс ЕГЭ, например, до 36 встреч, то есть 36 занятий, каждый раз вы должны подтверждать свою квалификацию. Здесь нет такого, что я эксперт, один раз у меня купили, а потом, ну, ты можешь делать что угодно, не знаю, ковырять носу, и люди будут продолжать платить. Такое, конечно, бывает, но люди уже не дураки, они видят, что ты не стараешься, они уходят. И вот в образовании очень много исполнения. То есть продавать айфоны одно, а предоставлять образовательную услугу – это другое. Есть такая фраза, что можно всю жизнь клево строить мосты, но если вы один раз сделали что-то не так, все запомнят вас не потому, что вы всю жизнь строили мосты. Очень круто. Как это работает? Я решил стать индивидуальным репетитором. Я еще не думал о том, что мне нужны курсы свои. Я хотел просто денег. Вот я. Тут много текста, это мои регалии. На сайте профи.ру «Ваш репетитор» – это моя анкета. Она до сих пор там висит, потому что… Не знаю, почему, кстати. Чтобы я мог показывать эти слайды. Первый год, когда ушел из агентства, очень много работал над этой анкетой. Я соглашался на любые заказы. Ездил куда угодно. То есть у меня было и Бутово, и Небутово. В общем, очень много у меня было заказов. Я их брал и их исполнял. И делал это максимально хорошо. Начиная от моей улыбки, заходя к ученику, заканчивая психологической поддержкой его. То есть это была очень комплексная услуга. Люди были просто в диком восторге. То есть даже если человек плохо сдавал ЕГЭ, а такое было, потому что я еще очень плохо понимал, как готовить к ЕГЭ, он все равно был в восторге. И это занимало очень много моих сил. Сейчас в этой анкете я не пользуюсь по факту услугами этого сайта. Если вы видите, сейчас двухчасовое занятие стоит 10 тысяч рублей. Вот здесь. Я поставил этот ценник в ноябре, когда понял, что не хочу преподавать. Когда понял, что мне нужно развивать мою систему, моих курсов. И я понял, что вдруг, не знаю, курсы отменят. Такое же может быть. Я поставил 10 тысяч рублей за занятия, чтобы не отдавали учеников. Чтобы администраторы не нервничали, что там не скидывают мне заказы, а я их не беру. Я поставил десятку за занятия. Ну и что вы думаете? Заказов стало меньше, но они есть. И люди хотят, и люди занимаются. Это в тему о том, что в индивидуальном преподавании... И у меня есть, кстати, один ученик. Встречаемся три раза в неделю по этому человеку. Он сейчас уже сдаст ЕГЭ по истории. Причем это было очень смешно, потому что я не хотел его брать. Он позвонил, я ему часто сказал, что я директор курсов, мне плевать. Папа говорит, ну нас в армию заберут просто. Я говорю, ну приезжайте на диагностику. И я думаю, он сейчас приедет на диагностику, у него там будет 50%. Я отправлю его домой, скажу, ну типа ЕГЭ ты сдашь, не трать деньги. А он приехал, у него 3%. Ну то есть он хотел поступить на платное отделение, а сейчас у него задача не уйти в армию. Ну в общем, и он платит, и ему норм. Я к тому, что мы сами часто ограничиваем этот потолок денег в своей голове. Мы сами часто трясемся над тем, что... Вот у меня был, у меня ценник был 1000 рублей в час. Ну это средний ценник, я был в нем уверен. Потом я подумал, могу ли я поставить 1500 рублей. И я принимал это решение полгода. Меня трясло, когда я решил изменить на сайте эти настройки. У меня вот так рука дрожала. Я думал, что я подписываю себе приговор на бедность, что люди откажутся от меня, что, не знаю, все засмеют меня, что тут же придет человек и плюнет мне в лицо. Что-то такое случится. Но нет. Просто есть рынок, есть разные категории клиентов. И эта цифра, она только в вашей голове. Я думал, ну, десятка занятий, это тоже был потолок в моей голове. То есть, но люди все равно покупают. Да, это, ну, возможно, скорее только потому, что есть боль. То есть человек прям реально может совсем не сдать, и у его семьи есть деньги, и они готовы. Но знаете, как был диалог с отцом этого парня? Он просто залез на сайт и говорит, а почему у вас в три раза дороже, чем у всех на сайте? Вот. Просто так. Вот и все. А, он уже мне позвонил, он уже мне доверился. И он уже у меня купил. Ну, то есть, я ему даже ничего не обещал. Я вообще ничего не обещал. Я был абсолютно честен. Это тоже важно. То есть, я ничего не обещал, я ему не втюхивал. Я говорю, я не хочу вас брать. Я не хочу работать. Я могу провести вам диагностику, раз уж вы позвонили. Бесплатно. Абсолютно. Ну, вы придете, но если у вас будет все ок, я вас не буду брать. Вот. И да, я понял, что вот таких, как он, клиентов-то немного. Ну, то есть, есть рынок, есть его законы. То есть, нельзя поставить себе 100 тысяч рублей за занятие и ждать, что будут ученики в этой нише. А в другой можно. Например, коучу своему бизнес-тренеру я заплатил 150 тысяч рублей. Ну, то есть, за четыре встречи. Ну, другая просто ниша. Ну, в смысле, другие законы, другие чеки. Но вот здесь нельзя. Но я понял, что, например, продавать себя по 6 тысяч рублей за занятие можно. Если вы экспертный, если у вас много учеников, это круто. Ну, вполне себе. У меня есть много знакомых, которые работают именно так и получают очень хорошо. Причем, когда они об этом рассказывали, я думал, что это просто фантастика. Это просто невероятно что-то. Ну, то есть, есть коридор. Вот, видимо, в ЕГЭ коридор за занятие – это от тысячи до десяти. Десять, если у вас очень крутой бэкграунд. Тысяча, если у вас вообще нет опыта. Две тысячи, если вы просто преподаватель. Три, если вы хороший преподаватель. Ну, и дальше уж как у вас наглости хватит с людей брать. Понятно, что на каждый из этих ценников своя целевая аудитория. То есть, вряд ли вы наберете по 6 тысяч рублей. Очень много людей вот отсюда, из этого канала. Нет, потому что репетиторов много. Но это не значит, что вы не наберете их из других каналов. И это мое было открытие, когда я понял, ну, ваш репетитор давал мне 10 учеников в год. Ну, иногда 15. И у меня был вопрос, а как мне вырасти-то? Я вот решил быть репетитором. Я клево делаю, я классный вообще. Что мне делать дальше-то? Они не дают мне больше. Даже у меня деньги на счету есть. Оп. Оказывается, что есть интернет-маркетинг. Оказывается, что можно сделать лендинг. Оказывается, что можно ввести аудиторию, заинтересованную в соцсетях, приводить их на лендинг и там им продавать. Я, давайте потестим. Сделали лендинг. Интенсив. История России в 20 веке. Это скрин рекламной кампании. То есть, мы делали рекламные посты ВКонтакте только. Мы нашли аудиторию. Мы ее собрали. Мы сделали рекламные посты, 15 штук. Ну, там, 5 не зашло, 10 штук их было. Вот это был очень простой пост. Сдаешь ЕГЭ, типа, уверен, что знаешь хорошо историю. Нет, переходи на сайт. Вот. История России. Ну, все очень просто, как вы видите. Вообще ничего сложного там не было. Вот так выглядела кампания. Чек был 20 тысяч рублей. Ну, там, 25, но со скидкой 20. В итоге было 11 продаж. То есть, 200 тысяч рублей я заработал на этой кампании, потратив, короче, 1300. То есть, 1300 я потратил на рекламу. Ну, конечно, знаете, как у Пикассо как-то. Женщина к нему подошла и говорит, нарисуйте мне рисунок. Он нарисовал я какую-то мазню. Он говорит, с вас 10 тысяч баксов. Она такая, за что? За этот рисунок? Он говорит, чтобы его нарисовать, я там 10 лет работал. Вот так и здесь. Мы, конечно, долго тренировались, чтобы научиться делать офер и вести аудиторию. Но вот в этой кампании мы потратили 1300 рублей, получив 200 тысяч. Ну, 200 плюс… Это я не на себя еще закрывал. То есть, я закрывал на систему, на курсы. То есть, это тоже очень важная вещь, что если вы сам эксперт, если вы сами хотите себя продвигать, это гораздо проще делать. То есть, я могу закрыть на себя, вот, там, не знаю, человек, наверное, 50 на этот чек. Это очень несложно. Потому что я яркий, потому что я в себе уверен, потому что люди меня знают, потому что я могу продать, потому что я такой прикольный. С этим мы столкнулись в начале этого года, когда решили, что сами не хотим преподавать, с тем, что люди приходят на меня или на моего партнера. То есть, мы оба клево преподаем. А мы говорим, знаете, мы уже не преподаем, у нас есть преподаватели, которые работают по нашей системе. Люди такие, а, ну, извините, и уходят. Вот. Это тоже важный аспект, что двигать себя гораздо проще. У меня есть знакомые, которые получают миллион в месяц, будучи репетиторами. Это не вранье и не шутка. У них по 100 учеников, они работают каждый день. И там 800-миллион они получают. На себя. И вот, когда прошлый год закончился, мы встали перед этой дилеммой. Быть ли нам репетиторами на миллион, но это, конечно, представляете, труд. То есть, это с утра до ночи надо пахать, надо пахать, надо делать все очень круто. Ну, если ты заболел, значит, у тебя пропало это деньги, потому что неделя вылетела. Это, правда, сложно. Это трудно. Или делать систему. Вот. И это был очень, как вы понимаете, путь сложный, потому что тебе говорят, вот сейчас, ну, условно, от 500 до миллиона ты будешь получать. Гарантированно. Я не сомневался в этом вообще. Или сколько-то, имея геморрой с наемом людей, геморрой с системой, геморрой с другими предметами. Мы выбрали геморрой. Мы очень хотели создавать систему, потому что у меня родилась маленькая дочка. В первый год, когда я работал, я ее не видел вообще. То есть, я приходил поздно вечером, она уже спала. Я уходил рано утром, она еще спала. Я жену не видел. Если честно, наш брак чуть не распался, потому что у меня была очень болезненная и неправильная, кстати, мысль, на мой взгляд. Я приходил с работы, но я очень много пахал, потому что мы строили систему, нарабатывали экспертность. А жена, ну, ей хотелось внимания. И она мне говорила, ну, там, обижалась, да, хотела внимания, притягивала ко мне. А я был не готов. Я на нее орал, говорил, а что я тебе деньги приношу, что тебе еще от меня надо? Я зарабатываю. Я мужик, у меня денег, я заработал. Я понял, что это вообще плохой путь, потому что, ну, ты же там замужем или женат, не на мешке денег, ты на человека женат. Если ты, ну, нельзя откупиться от родных, от близких, от друзей. Вот. Если у вас нет семьи, если вы молоды или если вы давно испортили отношения другими поводами со своей роднёй, этот путь для вас. Ну, то есть вы можете уйти в него. Ну, и миллион это, ну, наверное, миллион это потолок. То есть тут, скорее, больше не получишь, но, может, вам и не нужен миллион. Может, ваш порог 200 тысяч рублей, 300 тысяч рублей. Это можно делать относительно, ну, не насилуя свою семью. Но это такой путь, это ограничение, которое нужно было понимать. И я его очень хорошо учитывал, потому что, когда моя дочка на меня смотрела и не понимала, что за дядька пришёл, мне это было очень больно. Поэтому мы... А, ну, да, ещё случился у нас, и у меня, и у партнёра такая история в этом процессе зарабатывания денег в прошлом году, когда организм начал просто давать сбои, и мы, ну, у меня там есть температура, я вёл занятия иногда, у моего партнёра опухоль случилась на лице. Ну, организм просто уже не справлялся с этой нагрузкой. Вот. И это тоже важная мысль о том, что наше тело, как ресурс, оно недолговечено. То есть вот люди, которые так работают и поднимают такие деньги в месяц, они недолго работают всё-таки. То есть через пять лет они говорят, я уже не могу, всё. Всё, у меня кончился ресурс, я не могу смотреть на людей, на учеников, мне не нужны уже никакие деньги. То есть они, конечно, себе купили квартиру, может быть, ещё что-то, но они уже не готовы. Это тоже надо учитывать, что есть баланс вашего тела, вашего времени. И он очень ощутимый. То есть предел настигает очень быстро. У меня в прошлом году был день, пятница, когда я работал с 8 утра, с 7.50 до 21.50. Ко мне приходило 6-7 групп учеников. Групп. То есть у меня с утра было два ученика личных, а потом приходили группы по 3-5 человек. Если честно, когда уходил, в середине дня я понимал, что я уже готовый, всё. То есть у меня уже нет сил, но это было очень важно, когда приходит новая группа, делать так. Привет, ребят. Да, да, заходить. Потому что никому не интересно смотреть на тебя, что ты уставший, что у тебя кислое лицо, потому что ты оказываешь услугу. А этому меня научил один очень крутой дядька, он был одним из основателей «Тройки диалога». У нас с ним условно есть программа. Он раз в год оплачивает обучение одному ученику из неимущих слоев населения, кто не может себе позволить курсы, но они хорошие ребята. Мы часто делаем бесплатные занятия для двух-трех-пяти учеников. И как-то раз он, я должен был с ним встретиться, чтобы взять у него денег, и он встречает, он мне улыбается, «Привет, Илья, как дела?» А потом, не снимая улыбки с лица, говорит «Знаешь, извини, я не могу тебе сейчас уделить внимание, у меня друг на самолете разбился, мне нужно помочь его семье, поэтому прости, пожалуйста, ну и до свидания». То есть я взял деньги, отошел, и у меня просто был такой немножко шок, потому что я понял, насколько профессионально он погрузил меня в свою проблему, объяснив, почему он не может мне сейчас уделить внимание, но при этом не погрузил меня в нее, в смысле, что это ненужная мне головная боль. Это не то, вообще, с чем я как-то связан. И вот очень часто, на мой взгляд, преподаватели грешат именно тем, что их услуга, на мой взгляд, некачественна, потому что они смешивают от себя личного с преподаванием. Я каких-то девушек, своих знакомых в ВКонтакте вижу посты, что «Ого, как хорошо быть репетитором!» Дала ученику решать тест и пошла мыть голову. Вот в моей системе координат я считаю, что это плохая услуга. И вот такой подход нам позволял очень сильно расти, потому что до 90% у нас был сарафан. Потому что люди видели, что мы прям горим, что мы хотим. Поэтому, если вы хотите быть ультра-репетитором, получать N денег, ну, до миллиона, ну, больше, сомневаюсь, правда, меньше можно. Там 500, 300, ну, 300 тысяч – это вообще изи. То есть я считал, что сейчас на себя я могу закрывать один день работы в неделю. 260 тысяч рублей, я считал, могу получать. Я могу закрыть на себя три группы по 8-10 человек с чеком там 2-3 тысячи рублей и получать 200-300 тысяч за один день работы. Рынок большой, я яркий дядька, у меня большой бэкграунд и есть много отзывов. То есть на меня и так люди уже приходят. Вот. Но есть ограничения, о которых вы должны помнить. Это может закончиться. Если отменят вдруг ЕГЭ, ваши компетенции никому уже не помогут. Они будут никому не нужны. Вы можете закончиться сами. И это тоже, ну, очень быстро наступает. То есть это нужно держать в голове. И, конечно, эта сумма, она не придет сразу. То есть я пахал два года, очень круто пахал. То есть я пахал так, как никто вообще из моих знакомых, чтобы этот уровень был. Постоянно работаем над тем, чтобы продвигать наш бизнес. Нам нужно искать преподавателей. Нам нужно общаться с ними. Нам нужно делать продукт. Вот, например, в последние три месяца вот дивиденды и риски. То есть вы тут же начинаете нести риски все на себе, потому что маржа падает. То есть когда вы работаете один, и вот вы репетитор, и все. У вас маржинальность продукта, она колоссальная. 95% не считая материалов или, не знаю, денежек на обед. Когда вы работаете вот так, маржа просто снижается. Я очень смеялся. Кто не знает, что такое Landsman School? Кто-то слышал? Отлично. Это наши конкуренты, ну, большие, они крупнее, чем мы в пять раз. Они объединились с другими курсами, которые тоже были крупнее, чем мы, и дали интервью в секрет фирмы. А потом я ржал. Правда, я хохотал. При том, что они клевые парни, у них хороший продукт, но у них маржа 20%. 20%. То есть из 30 заработанных миллионов они получат пятую часть. Понимаете? В год. Посчитали? В год. То есть это 500 тысяч рублей в месяц примерно на одного, а их двое. То есть их, если у них 70 миллионов будет, то они будут получать, ну, по миллиону. Но вы представьте, какую систему надо тянуть. Это 150 преподавателей, это куча арендных классов, это куча материалов, это куча гемора, которые они делают ради этой суммы. Вы можете закрывать это все на себя, можете делать курсы. Понимаете? Вы можете, будучи репетитором, получать гораздо больше, но работая. Честно, я был очень удивлен, потому что у нас маржа 40, и меня это бесило, короче, меня это вымораживало. И во многом маржа 40 у нас была за счет того, что мы почти миллион потратили за 4 месяца на создание новых, ну, у нас перевернутый класс, у нас нет лекций, поэтому мы все материалы пишем, а потом высылаем детям. То есть на создание всех материалов, по всем предметам мы потратили почти миллион. Ну, я мог бы их себе забрать просто и поехать в Америку. Но мы засунули обратно в бизнес. Это тоже надо учитывать, что бизнес – это не очень просто. Часто преподаватели думают так, он созвал, ну, 8 человек в группе, мне платят там, 2000 или там, полторы, 8 человек платят по 2, значит, эти козлы на мне заработали 16, мне заплатили, значит, 2. Вот такой подсчет идет. Но на самом деле это не так. На самом деле каждый клиент стоит денег, потому что его надо привлекать. На самом деле нужно платить аренду. На самом деле нужно создавать материалы или их контролировать, потому что если у вас большая система, вот как у моих конкурентов сейчас, им придется создавать отделы контроля качества, чтобы в каждом пункте ваших курсов у вас был примерно один и тот же продукт. То есть, чтобы качество не скакало, что есть филиал, где все хорошо, и филиал, где все плохо. Люди же узнают об этом, они либо будут ездить туда, либо идут конкурентам. То есть, это большая-большая работа. И здесь вам придется изучать очень многое, чтобы это все работало, чтобы это работало хорошо, приносило вам счастье и деньги. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!